МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Дачный ответ и я, Андрей Довгопол. Сегодня переделываем кухню-гостиную площадью 40 квадратных метров. Большое помещение, да, для семьи из 3-4 человек. Но в этот раз совсем другая ситуация. Наш герой, настоятель храма, отец Алексей, и у них с матушкой шестеро детей. К тому же в дом часто приезжают гости. И несмотря на такие внушительные размеры, места постоянно не хватает. Что ж, мы решим эту проблему. Скоро в комнате появится большая и удобная рабочая зона. Для отдыха предусмотрен сразу два дивана. Забудем о местах хранения, но помимо традиционных шкафов будут еще и вместительные сундуки. Кстати, переделка затронет и этот коридор. Семья Пшеничниковых родилась 22 года назад. Молодой студент семинарии увидел свою будущую жену на прогулке в Троице-Сергиевой лавре. Ольга училась там на регента. Алексей сразу понял, что она его судьба. И уже через полгода молодые обвенчались. В семинарских традициях обвенчаться, а одежде чтеца, то есть уже в подряснике. И половые мы шли. Я в подряснике, но матушка в платье подряснике. И вдруг такой шепоток сзади нас. Смотрите, смотрите, монах женится. Ну вот как-то людям сложно было объяснить. Мне мой друг. Рядом шел батюшка и говорит, вот сколько же ты людей смутил. А мы тогда были молодые, и мы как-то даже... И нам казалось, что это так здорово. Начинал Алексей как чтец, а потом стал протеереем. Ему даже доверили не просто управлять храмом, а строить новый. У нас было одно пожелание уйти от золота, насколько это возможно. И как вы видите, наше пожелание очень хорошо выполнено. 14 мастеров по 12 часов. Каждый день нас собирали сложнейший рисунок для того, чтобы можно было бы вот так вот прийти и посмотреть, и удивиться, и помолиться. Как только заложили фундамент храма, сбылась и личная мечта Пшеничниковых. После рождения двух дочерей Ольга и Алексей 13 лет ждали сына. И вот родился Савва. За ним на свет появились близнецы Афанасий и Георгий и самая младшая Эмилия. А храм символично осветили в честь иконы Божьей Матери воспитание. Матушка Ольга – регент в новом храме. Под ее руководством в хоре поют две старшие дочки. Мария учится на врача, хочет работать неонатологом. Ульяна мечтает повторить судьбу родителей. Поступить в регентскую школу и выйти замуж за священника. На самом деле мне всегда хотелось, чтобы мои дочери где-то вот пошли по моим стопам. Даже не обязательно в музыке. Музыка, я думаю, всегда будет с ними, потому что они выросли в ней. И поэтому музыка всегда будет по жизни рядом. А чтобы были крепкие семьи, чтобы было много детишек. Пусть зимний сам к тебе придет. Свободное от хора время Ольга всецело посвящает дому и детям. С непоседыми погодками не справится ни одна няня. Поэтому матушка решила действовать самостоятельно. Открыла домашний детский сад. Занимается по своей программе. В ней обязательны музыка и фольклор. Когда они были совсем малышами, мы смотрели богатырей. Здесь у нас были все, у каждого было свое имя. Кто у нас был Алешей Поповичем? Кто был Алешей Поповичем? Афанасий у нас Алеша Поповичем. А Мила была Любавой. А Георгий был Добрыня Никитич, ты забыла? А кошка у нас была кто? Помните? Сила темная. Даже так. По возможности, часть домашних забот старается брать на себя муж. Например, готовит. Причем сразу огромными кастрюлями. А как иначе в такой-то большой семье? Рецепт этого замечательного блюда я перевез со Святой горы Афону. Называется непривычно для нас фасоль автоваси. Другое название врунарика. И очень люблю радовать семью чем-то вот таким вкусненьким. Собственный дом Пшеничникова начали строить, когда старшие дочери уже ходили в школу. Проектировали его без особых фантазий на скорую руку. Храм был важнее. Стройкой руководил лично глава семьи. Эээ, куда побежал? Так. Проходите, проходите. Смотрите, вы же сами проектировали свой дом, строили, но при этом лестница очень неудобная получилась. Вот даже детки не могут штул нормально удобно занести. Так, я сейчас помогу. Расскажите, как так получилось. Совершенно верно. Ребята, только аккуратнее. Ну, то есть получается, что без посторонней помощи вот дети не могут что-то поднять по этой лестнице. Ну, это довольно-таки сложно. Вначале это была временная лестница. Но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временная. И вот когда мы поставили эту перегородку, которую мы назвали поэтично парусом, стало окончательно ясно, что временная останется у нас постоянно. Конечно, нас это удручало, потому что она была довольно-таки опасная, и сейчас опасная. Вот с нее несколько раз падали. Ну, вот я заметил, что если, например, у деток ноги помещаются хоть чуть-чуть, то у нее, например, только пол ноги. Совершенно верно. Ну, вот с той стороны стена, а с этой стороны двери. Это вот на самом деле требуется какое-то дизайнерское видение, как расположить нашу лестницу. Ольга, ну очевидно, что для такой большой семьи, как у вас, этой кухни явно недостаточно. Неудобная она, наверное. Неудобная, потому что мы строили дом, когда у нас было две дочери. А тут вот такое богатство нам Господь послал, и теперь нам, конечно, места мало. За столом мы кушаем по очереди. Стулья собираем со всего дома. Ну и, конечно же, посмотрите, вот какие у нас кастрюли на наш большой коллектив. Приходится их... Убирать их некуда, ящики все забиты. Ну, получается, и здесь у вас, да, все. И даже вот на плите, посмотрите, вот, в общем-то, казан, кастрюля и больше уже. И уже все. А потом вся техника стоит, вся на подоконниках. Вот здесь, и вот стоите. И там тоже. Причем я так не люблю, когда заняты подоконники, но пока так. Ну что, все ясно. Теперь, я думаю, можно встретиться всем вместе для того, чтобы помечтать о том, как в будущем будет выглядеть эта кухня-гостиная. Пойдем. Пойдемте, с удовольствием. Итак, друзья, настали последние минуты перед тем, как вы покинете дом. И сейчас самое время рассказать, что же вы хотите здесь видеть. Ну, интерьер посветлее. А что, сейчас темно? Мне очень хочется. Может быть, я устала от дерева? Мне хочется что-то такое вот светленькое. Хорошо, отец Алексей, а вы? Хочется зайти и ахнуть. Ну, ахнуть, понятно. Но все-таки для этого нам необходимо знать, ну, хотя бы в каком направлении двигаться. Вот вам в каком пространстве было бы уютно? Хорошо. Плита. Большая плита. То есть главная плита, пространство было бы, стены какие угодно, но вот главное, чтобы плита была, чтобы можно было не готовить на всю нашу большую семью. И посадить всех. Получается, что у вас, когда, предположим, дети мультики смотрят, то, ну, они весь диван занимают. Да. А куда же взрослые деваются? А взрослые пока ужинают. А-а-а. У нас же смена. И наоборот, да, то есть пока взрослые что-то смотрят, дети ужинают и так далее. Расписание. Хочется, наверное, уже жить не по графику. Конечно. Вот, девочки, хорошо, вот родители сюда, да, кухню определили, да? Вот если бы вы сами делали, вы как-то по-другому ее расположили или так же оставили? Наверное, так же, потому что, в принципе, это... Они же выросли в этой кухне, они не видят другого. Да, ну, понятно, что это другая. Я просто не знаю, куда тут еще можно вообще, в принципе, ее поставить. Хорошо, если о стиле говорить, к чему душа лежит? Наверное, к такому простому чему-то. Вот как стиль лофт, по-моему, называется. Ого! То есть это металлическая жесткая лестница, металл, бетон и все вот такое вот, стекло. Я помолчу, ребят. Ничего. Пусть оставится мечта для своего дома. Нет, у нас ведь нам нельзя металлические боятся. Да-да, ну, наверное, скорее всего, какое-то сочетание очень трудное камня с деревом. Но в то же время, вот, Ольга говорит, что дерево надоело. Ну, мне беленького хочется, ну, светленького. Мне очень хочется чем-то это разбавить. Ну что, пора прощаться. Все, в этой комнате вы появитесь, когда она полностью изменится. Все, забирайте младших детей, кошку и на выход. Все, счастливо. Счастливо. Виталий, ну что, сегодня мы имеем дело с пространством, которое одновременно и гостиная, и столовая, и игровая, и кухня. А вы почему-то основной упор делаете вот только на кухню. Да, я посчитал, что главной идеей в нашем пространстве должна быть именно кухня, которая должна задавать тон. И она у нас начнется от этого окна и пойдет вдоль всего помещения, завернется и завершится около этой двери. Ага, и сколько же метров в длину будет рабочая зона? Ну, собственно, около восьми метров. Одна. Причем давить она не будет, поскольку это именно рабочие поверхности. Они не будут перекрывать окна. Так, давайте посмотрим. Вот примерно так должна выглядеть наша кухня. И на двух торцах высококорпусная мебель с двумя холодильниками и с другой техникой. И с местами для хранения. Большой стол, да, рядом с кухней тоже, по сути, во всю комнату. Стол на 10 человек, примерно 2,50 метра в длину. Семья большая, пусть они сразу все разместятся. Но а не будет ли слишком тесно? Достаточно ли расстояние между кухней и, собственно говоря, столом? Здесь даже на этих картинках видно, что здесь совершенно не тесно. Хорошо, так, и два дивана. Два угловых дивана. Один диван расположится под лестницей, поскольку мы изменим смысл и внешний облик, и угол наклона нашей лестницы. Наша лестница пойдет с более пологими ступенями и завернется сюда к двери. При этом обратите внимание, что сейчас у нас есть скачок по стенам, вот в этой части стена ближе, а в той части стена подальше. Да. Мы эти стены выровняем вот в эту плоскость. Вот эта стена передвинется сюда. Это даст возможность со стороны прихожей организовать шкаф. Сейчас у наших героев и в прихожей невозможно раздеться. Ну да. Вот эта передвижка стены, она визуально не уменьшит наше помещение. Но и такой глухой перегородки у нас больше не будет. Ну да, действительно, эта перегородка сейчас делит наше помещение на две части. При этом ее нельзя убрать, потому что вот здесь располагается несущий столб. Но, по крайней мере, ее можно облегчить и в данном случае придать какую-то дополнительную функцию. То есть это некая скважная этажерка, там можно расставить и книги, и вазочки. Так, функционал мы обсудили, а что касается самого дизайна? Наши герои хотели, чтобы в интерьере присутствовало дерево и камень. И я посчитал, что будет уместен отсыл к австрийскому кантри, то есть некий тирольский стиль. Ну да, это одна из разновидностей такого деревенского стиля. Мы говорят, Прованс его все знают, да? Это французская кантри, а это тирольский стиль, австрийская кантри. Сочетание дерева и камня, и каких-то разноцветных тканей, причем в пастельных тонах. И каких-то интересных диагональных элементов на наших фасадах кухни. Такая как бы деревенская романтика. Грубый стол, грубые сундуки, да. Брутально, но в то же время уютно. Я считаю, что будет уютно. Ну ладно, давайте начинать тогда, Виталий уже. Давайте. Дачный ответ приступает к переделке кухни-гостиной для многодетной семьи Пшеничниковых. Мебель вынесли, отделку разобрали, пол тоже. Делаем его заново. Для начала устанавливаем сваи. Они российского производства, изготовлены в Королеве. Вкручиваем их с помощью ручной гидравлической машины. Быстрый и экономный способ. Привариваем оголовки, которые послужат площадкой для установки швеллеров. А вот и они. Двутавровые, металлические. Здесь тоже используем сварку. Далее фанера. На нее позже ляжет утеплитель. И обрешетка из клееного бруса. Точно в срок приехал заказ из сети гипермаркетов Леруа Мерлен. Там можно подобрать любые товары и даже готовые проектные решения для строительства, ремонта и обустройства дома. А главное, по низким ценам. Мы обеспечили себя всем необходимым для следующего этапа переделки. Продолжаем. На очереди утепление пола. Расстилаем гидроветрозащиту и фиксируем ее строительным степлером. Следом укладываем теплоизоляционные плиты из каменной ваты. Мы выбрали размер XL, что существенно сокращает время монтажа. А срок эксплуатации такого материала 100 лет. Сверху слой пароизоляции. И на него ламинированная, устойчивая к воздействию воды фанера. Теперь окна. Устанавливаем американские стеклопакеты-слайдеры. Они не распахиваются, а поднимаются и фиксируются на любой высоте. В профиле вместо алюминиевого армирования вспененной ПВХ со множеством ячеек. Это сводит к нулю возможность промерзания. Стену между кухней и коридором ликвидируем. Она была построена не вровень с соседней, немного выпирала. Тем самым нарушала геометрию комнаты. Скоро возведем здесь новую. А пока приступаем к монтажу теплого пола. Сначала маты с бабышками. По ним прокладываем трубы отопления. И фиксируем гарпунными скобами. Определись высоту заливки помогут маячки-треноги и строительный уровень. Смесь для самовыравнивающегося наливного пола заливаем до нижней отметки маячка. Состав быстро твердеющий, ходить можно уже через 6 часов. Займемся потолком. По просьбе хозяев делаем тут звукоизоляцию. Используем пожароустойчивую каменную вату, которая обеспечит акустический комфорт. Зашиваем ее листами ДСП. На очереди стены. Здесь сначала гидроветрозащита. Электрозащита. Потом обрешетка из фанерного бруса. А в нее экстрапрочный утеплитель. Плиты надежно фиксируются в каркасе без прогибов. Материал негорючий и экологичный. Поверх пара изол. И снова листы ДСП. Новую перегородку между коридором и комнатой сделали по той же технологии. Через эту дверь герои входили в дом со стороны сада. Меняем ее на новую термосберегающую. Она не пропускает холод, даже когда температура на улице опускается до минус сорока. Внутри и снаружи влагостойкий МДФ с многоуровневой фрезеровкой. Вместо глазка вставка из пулестойкого стекла. С внешней стороны оно тонировано, а значит увидеть, что происходит внутри, невозможно. Окна защитят прозрачные решетки. Особенно приятно, что разработаны и изготовлены они в Москве. Рама-каркас скрепится к стене через каждые 14 сантиметров. Ламели сделаны из поликарбоната толщиной 6 миллиметров. Каждое изделие имеет свой серийный номер и паспорт, а производитель дает на продукт 10 лет гарантии. Сложно поверить, что такие тонкие прозрачные полоски смогут защитить дом от злоумышленников. Но на самом деле это так. Они очень прочные. Прямо сейчас предлагаю провести им испытание. Завод-изготовитель по нашей просьбе сделал вот такой турник. Это ламель. Сейчас я на ней повисну и посмотрим, что произойдет. Оп! Но, во всяком случае, ламель прочная. Правда, не очень устойчивый турник, но это не так важно. Смотрите, она вот чуть-чуть гнется, но не ломается и не сломается. Даже если здесь повиснут 10 таких, как я, материал выдерживает нагрузку до 850 килограммов. Это сверхпрочный поликарбонат. Из него делают щиты для ОМОНа и снаряжение космонавтов. Называются эти защитные решетки для окон полипротект. Помимо прочности, их главное достоинство – абсолютная прозрачность. Из комнаты практически незаметно и фасад своим видом не портит. Но не только чудо-решетки защищает дом. Пока наши герои не построили здесь террасу, у второго входа мы установили сверхпрочную дверь. Модель называется «Снегирь-коттедж». Создана специально для загородных домов, где в отличие от многоэтажек нет теплых подъездов. Тут 5 слоев утеплителя, 3 контура, уплотнение. Толщина около 120 миллиметров. В раме и полотне есть терморазрыв. Он нужен для того, чтобы дверь не промерзала даже при экстремально низких температурах. Облицовка из специального материала, который не боится влаги, и с покрытием устойчивым к агрессивной среде. Дизайн отделки создан индивидуально для нашего проекта. А сейчас давайте немного отвлечемся и отправимся на кухню к Сталику Ханкишиеву. На этот раз он покажет, как приготовить жидкий плов. Народная кухня удивительный предмет. Из одних и тех же продуктов можно приготовить как первое, так и второе. Вот взять, например, узбекский плов. Что для него необходимо? Лук, морковка, курдючное сало, мясо, рис. Все, плов готов. Из тех же самых продуктов можно приготовить еды гораздо больше. Но в этом случае надо готовить не плов, а суп. Мы сегодня с вами приготовим узбекский суп, который называется мостова. Если говорить про настоящую узбекскую еду, то, конечно, все начинается с курдючного сала. Впрочем, курдючное сало можно и заменить растительным маслом. Режем на кубики, как для обычного плова. Точно такими же кубиками нарезаем мясо. Вообще говоря, и плов блюдо не про мясо, а уж мостова тем более. Если готовить на семью из 5-6 человек, то вот такого куска мяса, ну сколько здесь, 300 грамм, 400 грамм мякоти, это более чем достаточно. Лук. Вот без лука ни одно узбекское блюдо не обходится. Полторы головки я порежу достаточно мелким кубиком, а вот оставшуюся половину мы порежем довольно тонкими полукольцами. Нарезка моркови для мостовой несколько отличается от нарезки моркови для плова. Дело в том, что для мостовой, как и для всех зажарочных супов, морковку режут кубиками. Сначала практически все как на плов, только брусочки несколько крупнее, а дальше на кубики. Но в мостове, как и в плове, главный продукт – это рис. Рис сюда необходимо особый. Нужны круглые, либо средние зерны, крахмалистые, мягких сортов рис. Как раз такой, как рис Адриатика, националь. Посмотрите, какой рис. Рис, великолепного качества, отличный, чистенький, белый. Это означает, что его не надо промывать. И это означает, что он не напьется воды из-под крана, а будет пить исключительно вкусы и ароматы всех продуктов, которые его будут окружать. Ну а картошкой, помидорами, чесноком у нас будет время заняться и возле казана. Огонь под казаном уже горит, и можно закладывать сало. Сало пускай лежит, и его перемешивать не надо. Оно само по себе вытопится. Вот и все. А выжарки, видите, какие чистенькие, беленькие остаются. После того, как сняли выжарки, жир должен как следует прогреться в казане. Почему? Потому что сейчас в этом казане будет жариться одновременно очень много мяса и довольно много лука. Пламя под казаном бушует что надо. И в стенке казана тоже нагревается очень сильно. И посмотрите, как я делаю. Я просто бросаю мясо, лук, выделившиеся соки на стенки, и вот они сразу же вскипают. И вот здесь, там, где вскипает мясной сок, лук, жир, там, где притекается мясной белок, образуется очень уникальный вкус. Этот вкус характерен только для китайской кухни и, пожалуй, что для узбекской. Я солю и перчу именно мясо, тот продукт, вкус которого для меня важно выделить. Перца примерно половины столовой ложки. И вот теперь самое время для моркови. Морковь я солить не буду, она должна остаться сладкой. Помидоры, либо томатную пасту можно было бы обжарить прямо сейчас. Но если хотите получить такой более нежный домашний вкус, то заливайте в воду. Помидоры можно опустить и потом. Бульончик закипает, и самое время подумать о других продуктах. Но в первую очередь я закладываю не крахмалистые продукты, такие как картошка и рис, а помидоры. И они должны повариться, должен исчезнуть вкус сырых помидоров. Раньше в Узбекистане такие супы готовили с репой. Сейчас готовят и с репой, и с картошкой. Картошка должна развариться и выделить в бульон крахмал, чтобы суп стал погуще. Жаль, очень жаль, что видеокамеры до сих пор не научились передавать запах. Потому что, наверное, вы догадываетесь, как здесь пахнет. Здесь пахнет очень хорошим пловом. А какой плов без чеснока и без перчика? И еще один ингредиент. Вот лук там уже был, но то был жареный лук. А теперь тонко порезанный свежий лук. И вот теперь, когда все так хорошо, когда вкус создан, опускаем рис, примерно 400 грамм. Вот посмотрите, как рис хорошо разваривается. Видите, каким огромным он стал. Он даже цвет изменил. Он принял цвет того бульона, в котором варился. Вроде все понятно. Но если что-то не запомнили, вы приходите на сайт программы «Дачный ответ». Либо на мой канал в YouTube. Там этот же самый ролик еще подробнее. Видите, какой быстрый рецепт? Вот что такое оптимизация процессов на кухне. Ну что, накладываем? Давайте попробуем. Ну, а поверх этого домашняя аджика. Это то, что надо. Немного зелени и немного соуса из йогурта. Ровно так же, как обычно, добавляют сметану, борщу. Что мне осталось вам пожелать? Создание больших, крепких и дружных семей. Успехов в кулинарии и, конечно же, приятного аппетита! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дачный ответ продолжает переделку кухни-гостиной семьи Пшеничниковых. Замешиваем высокоэластичный цементный клей. Он обладает хорошей адгезией, а еще имеет низкую вязкость, что уменьшает расход и облегчает нанесение. Разравниваем зубчатой кельмой. Поверх кладем керамические граниты серии «Трафик» с секретом. На цементный фон методом цифровой печати наносится еле заметный узор. Его видно только под определенным углом. Займемся стенами. Гипсоволокнистые листы способны выдержать тяжелые облицовочные материалы, в том числе и декоративную каменную кладку, которая тут планируется. Теперь потолок. С помощью пневмопистолета прибиваем доски из массива сосны. Они уже нужного нам оттенка. Их покрыли еще на производстве профессиональными красками, которые не закупоривают древесину и позволяют ей дышать. На стене в кухне тот же материал, но цвета слоновой кости. И снова керамический гранит. Используем его для фартука рабочей зоны. Берем такой же, что и на полу, а вот клей другой, специальный для натурального и искусственного камня. С его помощью фиксируем и декоративную кладку, которой оформляем стену со стороны будущей лестницы. Клей эластичный, не боится перепадов температур и отлично держит тяжелые облицовочные материалы на вертикальной поверхности. Для заполнения швов используем быстро схватывающуюся затирку с антигрибковым барьером. Она подходит даже если расстояние между элементами 20 миллиметров. Для пола мы выбрали датский паркет на скобе из массива бука. Собирается очень просто благодаря системе шип-паз. По краям досок черная полоса. У нее декоративная функция – задать горизонтальный ритм. Подложка из полиэтилена. Принято считать, что паркет и теплый водяной пол несовместимы. Вроде как массив плохо пропускает тепло, и к тому же из-за постоянных перепадов температур натуральное дерево рассыхается, образуются трещины, и пол начинает скрипеть так, будто отпраздновал свое столетие. Ну а мы взяли, да и положили паркет из массива бука прямо на теплый пол. И ни капельки не боимся за его сохранность. Дело в том, что при монтаже доски фиксируются с помощью вот таких скоб. Они работают как пружины. Сжимаясь и расширяясь, позволяет дереву как бы дышать. Это помогает исключить появление больших щелей. Такой пол собирается как конструктор, прямо на стяжку. Для его монтажа не нужны клей и фанер. А теперь проверим, насколько хорошо массив пропускает тепло. Система обогрева уже включена. Берем тепловизор и сканируем. Честно говоря, я вот чувствую, что очень тепло сидеть. Давайте посмотрим. О, вот видите, красные полоски означают те места, где пол особенно прогревается. 31 градус у нас. По всей поверхности температура колеблется от 28 до 31 градуса. Вполне комфортно. Сделан паркет под датской технологией. Там ее используют уже больше 40 лет. Эту стену мы выложили кирпичной кладкой. Она получилась очень объемной и фактурной. Есть вот такие большие камни, совсем маленькие. С первого взгляда и на ощупь даже не поймешь, что это материал не натуральный, а искусственный. Сделан на основе белого цемента, песка, пластифицирующих добавок, цветовых пигментов. Он легче природного, но по прочности ни в чем ему не уступает. Подоконники из искусственного камня. В кухонных прорези для конвекторов. Вот таких, мощных и долговечных. Все детали из оцинкованной стали. Прячем конструкцию за декоративной решеткой. Дополнительный источник тепла – трубчатый радиатор, тоже стальной. И, наконец, долгожданная новая лестница. Ее выполнили по чертежам автор проекта Виталия Ангаткина. Сделана из северной сосны, очень прочного материала. Сверху три слоя защитного лака. Перила металлические, крепим их на усиленные болты. Да, Виталий, конечно, не сравните эту лестницу с той, что раньше здесь была. Наконец, удобно хоть подниматься, не страшно. Да, я тоже считаю, что лестница получилась великолепной. Легкая, светлая. Надежная. Кроме того, еще и удобная. Потому что она отвечает человеческому масштабу. Вот раньше, я помню, у меня на старой лестнице даже нога не помещалась полностью. А высота была просто огромная. Приходилось вот так, как так. Ну, она была под 45 градусов. Это невыносимо было ходить. И, конечно же, очень здорово, что она легко смотрится. Она удобная. Ну, она светлая, проступи в этой части отсутствуют. А там дополнительный интерес – выдвижные ящички. Да, вот здесь они. Пускай дети здесь какие-нибудь игрушки мелкие складывают. Ну да. А вот эти элементы, они же и конструктивные, и декоративные получаются. Ну, это в первую очередь декор. Но вообще имелось в виду создать впечатление, что вот эта черная металлическая часть – единая конструкция, создающая жесткость. Ну, и, в общем, такое впечатление и есть. Потому что, с одной стороны, она действительно такая легкая, да, но и кажется, и так оно и есть, она очень надежная. Ну, и на фоне такой лаконичной, в общем-то, лестницы у нас, по-моему, прекрасно вот эта каменная стена теперь смотрится. Вы правильно говорите, то, что это именно ощущение стены, а не какого-то фрагмента отделки. Впереди у нас еще очень много работы. Посмотрим, как тут встанет наша гигантская кухня. Давайте продолжать? Давайте. Переходим в коридор. В нишу монтируем встроенный шкаф. Дверцы из сосновых щитов передвигаются по телескопическим направляющим. А это короб двери. Она будет вести из коридора в кухню-гостиную. Полотно навешиваем на скрытые петли из легированной стали немецкого производства. Ручка итальянская из коллекции «Тач». Наличники крепим простыми движениями в уже имеющиеся пазы. По той же схеме меняем двери в соседних комнатах. Новую дверь выбрали классического дизайна. С такими изящными филенками. Покрытие напоминает фактуру дерева. Собственно, название этого материала, кортекс, переводится с латыни как «кора дерева». На самом деле это японский полипропилен, очень прочный и долговечный. Раз уж мы заменили одну дверь, то и в коридоре, чтобы сохранить целостность, установили точно такие же. Это ведет в кабинет, а это в санузел. Здесь они тоже смотрятся очень гармонично. Плюс за счет того, что перенесли стену, удалось выиграть место для большого удобного шкафа. Он вместительный, с такими легкими сдвижными перегородками. За ними полки, штанга для одежды. Здесь же спрятали электрощиток и предусмотрели доступ к сантехнической гребенке теплого пола. Монтаж кухни начинаем с декоративных потолочных панелей. Теперь шкафы. Они, как и весь гарнитур, из древесно-стружечных плит. Корпуса из ламинированных ДСП белого цвета. А фасады из МДФ с глубокой фрезеровкой, покрыты пленкой, имитирующей текстуру дерева. Дверцы навешиваем на стальные петли. Столешница длиной 8 метров собирается из четырех частей. Они из искусственного камня толщиной 30 миллиметров. Стыки между плитами заполняются специальной затиркой и совершенно незаметны. Создается впечатление единой поверхности. Своё место занимает короб под вытяжку. Большой семье сразу два холодильника. Духовой шкаф с функцией самоочистки. Варочная панель газовая, пятикомфорочная. И мечта хозяйки посудомойка. Мощная вытяжка из нержавеющей стали. Раковина японская из искусственного гранита. Смеситель с аэратором. Ну что, Виталий, мне кажется, кухня удалась. Большая, удобная. И при этом так органично вписалась в эту комнату. Да, кухня хорошая получилась. И в составе, так сказать, всего интерьера она заняла правильное место. Потому что, когда я только начинал проектировать, я не хотел совершенно, чтобы в каком-то уголке, как прежде, приткнулась кухня. И, в общем, именно композиционно, исходя из всего пространства, я считаю, что вот это самое чистое решение. Ну а сколько у нас получается размер вот этой рабочей зоны? Ну это около восьми метров. Восемь метров? Ну это же на самом деле очень много. Мы так никогда и не делали в нашей программе. Восьмиметровую столешницу. Мы уже не мало, и хорошо. Тем более здесь, слава богу, столько детей. Так что как раз будет всем место, если что, расположить. Шестеро детей, двое взрослых. Да. Здесь нет ничего лишнего. Здесь рабочая поверхность, здесь рабочая поверхность. Здесь рабочая поверхность. То есть все заполнится совершенно жизненно, совершенно по месту. Вот, кстати, столешница, это у нас из искусственного камня сторон. Очень практичный такой материал, да? Хороший. Да, не боится повреждений. И такой же бортик. Смотрите, но мы не стали делать меньше окно. Ну это известный прием. То есть не обязательно менять фасад, уменьшать по высоте окно. То есть запросто окно уходит туда, ставь вазочки, ставь цветы, за бортик ничего не выпадет. Ну и опять же, света осталось. Больше света. Да. Хорошо, давайте сначала про дизайн, собственно говоря, поговорим. Я считаю, что получилось то, что я хотел. Хотел я что-то винтажное. Вот эти перегрестия. И у нашей техники какие-то вот такие штучки, ручки. То есть это не какой-то современный минимализм. И чаще всего архитекторы, насколько я так представляю, любят темные поверхности, варочные. А я показываю, что может быть прекрасная и светлая поверхность. Вытяжку сами расстарались, сделали как по проекту. Причем делали здесь настройки, потому что она меньше, чем 80 сантиметров, но чуть-чуть. И такого размера не найдешь готовую. Поэтому сварили металлический каркас, обшивали, красили, грунтовали. Потом еще сделали вот эти нарядные реечки сверху, снизу. Кстати говоря, это в том же материале, что и фасады. Пеленый дуб. Вытяжка эта достаточно мощная, она с электронным управлением. То есть можно вот так регулировать интенсивность. Не обязательно там 1, 2, 3, а вот так чуть-чуть. В общем, как кому хочется. Ну и духовка в том же стиле, да, у нас достаточно большая камера, такая сводчатая, как у дровяной печи. Есть телескопические направляющие. Здесь еще приедет мегаволновая печь в этой же стилистике. Это одна коллекция, поэтому и ручечки одинаковые вот эти, и по цвету, цена поверхность. Такая же, как у варочной. У нас есть посудомоечная машина. Тоже большая, на 14 комплектов посуды. Она рассчитана, да, но в принципе можно и традиционным способом помыть здесь посуду. Да, здесь большая, глубокая мойка. Искусственный гранит, тоже очень практичный материал. Мне нравится, что... Ручный и негремящий, и высокий излив у смесителя. Два холодильника. Да. Причем есть такие отделения для фруктов. А в третьей секции места для хранения. Все-таки двух холодильников, надеюсь, будет достаточно. Мне кажется, что вполне. Вот они. Здесь места хранения. Везде есть заполнение. И здесь для каких-то бутылочек. И здесь вот этот итальянский волшебный уголок. Да. Фурнитура у нас австрийская. Получается, что вообще не пропадает... Ну, конечно. ...не одного сантиметра. ...каждый угол, да. А вот эти ящики, смотрите, какие огромные, полного выдвижения. Здесь еще для приборов ящик. Вот, Виталий, предлагаю провести вот такой эксперимент. Да. Смотрите, мы можем вот такую большую камеру, которая весит... Сколько она весит, ребят? 12-й год. Заодно проверим, надежно ли фурнитура. Смотрите, вмещается огромная телевизионная камера в этот ящик. И очень легко туда заезжает. Все надежно. Так. Ну, маленьких детей мы туда не будем засовывать. Не, не будем засовывать маленьких детей. Мне кажется, что у наших героев моментально даже эта большая кухня заполнится. Да, конечно. Как, вам нравится? Да, мне нравится. Да, впереди у нас еще стол здесь большой, диваны огромные. В общем, гигантомания продолжается. Ну, в хорошем смысле этого слова. Конечно. Все органично. Стеллаж из сосновых щитов и еще и часть опорной конструкции. Он принимает на себя несущую нагрузку и скрывает стоечный швеллер. Розетки с керамическим основанием и металлическим каркасом. Оттокопроводящие элементы из фосфористой бронзы. Акустическая система – часть домашнего кинотеатра. Встраиваемые светильники в кухонной зоне со стеклянными матовыми плафонами. Потолочная люстра из коллекции «Дафна». Крепим экран для проектора. А вот и он сам. Благодаря разрешению Full HD можно смотреть фильмы без потери качества и изображения. И даже в солнечный день. Для этого на окнах предусмотрены плотные римские шторы. Зону отдыха будут освещать бра из серии «Хилтон» на гибких основаниях. Диван в обивке из микровелюра легко раскладывается и превращается в полноценную двуспальную кровать. А еще в нем есть ящик для хранения. Под лестницей ставим такой же. Перед ними ковры в разноцветных ромбах и вместительные столики-сундуки из сосновых щитов. Мощный ресивер для домашнего кинотеатра. Чехол защитит пульт от грязи и влаги. Центральный элемент интерьера – стол длиной в 2,5 метра. Компактные и легкие стулья для детей. А эти два – для родителей. Навести порядок поможет новый пылесос «Томас Драйбокс». Благодаря уникальной системе фильтрации он разделяет пыль и мусор по фракциям, тем самым делает очистку контейнера простой и безопасной. Содержимое не разлетается обратно в воздух. Драйбокс удобнее циклона и практичнее мешка. Ну что, Виталий, масштабно, конечно, вы подошли к этому интерьеру. Все такое большое. И кухня от стены до стены, и стол аж на 10 человек. Стол большой, 2,5 метра в длину. Причем, обратите внимание, стулья по длинным сторонам спокойно входят между ножек. А вот этот консольный вынос с обеих сторон, он спокойно позволяет располагаться родителям. Ну и давайте присядем, насколько удобно. Так, абсолютно комфортно здесь, ни высоко, ни низко. Ну это норма, стандарт. 75 столешница, а стул от пола 45. Да, и, конечно, нельзя не отметить все-таки оригинальное расположение экрана здесь. Не у стеночки. Не у стеночки, не как-то, ну как мы привыкли, да, а вот так вот по диагонали. Хоп! Необычность расположения объясняется удобством обзора, даже с дальнего дивана. И люстры, получается, мешать не будут, да? Так, давайте посмотрим. Сначала мы повесили люстры, они были ниже. Но когда мы собрали этот диван, и меня угораздило на нем посидеть, я вдруг обнаружил, что их надо поднимать сантиметров на 50. СМЕХ То есть они... Кстати, им не хуже то, что они стали повыше. Хорошо, смотрите, ну и вот у нас сундуки, о которых мы говорили, такие достаточно необычные. Классные получились хорошие сундуки. Очень вместительные. Для хранения тех же самых игрушек. И причем они легко переносятся, транспортированы. То есть они действительно очень легкие. А по виду, в общем, ты и не скажешь. Хорошая высота. А высота такая же, как у стульев. Поэтому в случае чего удобно сидеть. Да, и мы даже вдвоем можно... 45 сантиметров высота от пола. Зато какой прочный этот сундук-то. Ну-ка, естественно. Мы вдвоем с вами сели, и с ним ничего не случилось. Кстати, эти зоны у нас разделяют стеллаж. С одной стороны разделяют, но он же прозрачный. Это получилась даже некая двухсторонняя библиотека. Ну, что очень удобно. А визуально мы видим пространство насквозь. Ну, и таким образом у нас как бы связываются две зоны. Видны эти оба дивана. И, кстати, в том диване, я знаю, Виталий, что вы сюрприз для наших героев поставили. Ну, да, я учел увлечение и интересы наших героев. Так. Оп. Здесь у нас притаился синтезатор. Синтезатор. Ух ты ж. Ну, сейчас вы не удивляетесь, аж вы его туда поставили. В общем-то. Ну, это прекрасный сюрприз. Можно и сюда, на диван. Вот так перенести. Плюс ко всему, этот синтезатор позволяет записывать мелодии. То есть можно экспериментировать, да, потом слушать, хорошо ли получилось, или какое-то безумие. У вас хорошая загадка. Супер. Ну что, Виталий, в общем-то, нам осталось украсть это помещение, и можно будет уже героев звать. Да? Ну, да. Добавим индивидуальности этой комнате. На стены вешаем любимые фотографии наших героев. Детские стулья украсят мягкие подушки лавандового цвета, а родительские – с разноцветным геометрическим рисунком. Диваны делаем еще уютнее с помощью овечьих шкур и ярких подушек. Эти часы с большим циферблатом напоминают старинные вокзальные. Необходимые в быту мелочи – кухонная утварь, заварочный чайник, разделочные доски. Крупы и макароны тоже могут быть элементом декора. Скатерть из смеси хлопка и льна. Сервировка праздничная. Дополнит картину лимониум и белые ромашковые хризантемы. Виталий, ну что, в результате нам удалось организовать невероятно наполненное по функциям пространство, а интерьер при этом получился достаточно легкий, очень уютный и абсолютно недавящий. Ну, это первое. А то, что многофункциональное пространство, оно и изначально здесь было. Здесь же и была гостиная, столовая кухня, и игровая. И мы сделали то же самое. Другое дело, что по-другому, приложив архитектурные мозги. Кухня стала больше, расположилась она иначе. Стол стал больше и стал центром композиции. Они где-то в уголке. Диваны стали большие, удобные, с боксами, со спальным местом. Кроме этого, лестница стала человеческая. Да, но при этом все-таки вот за счет чего удалось вот этой воздушности и легкости добиться? Ну, во-первых, здесь большие окна. Во-вторых, сама архитектура интерьера работала на облегчение пространства, а не наоборот. А именно, столешница на фоне окон, а не какие-то там высокие в простенках элементы. Весокая корпусная мебель у нас по краям. Во-вторых, белый потолок само собой. Сам материал и внешний облик мебели. Ну, собственно, и размеры. Здесь, в общем, нет каких-то тяжелых нависающих элементов. Кстати говоря, или у лестницы в верхней части сквозные проступи, и неглухое ограждение, и, собственно, у нашего вот этого книжного стеллажа прочитывается перетекание пространства. Ну, в общем, да, получилось помещение легкое, удобное. Виталий, как-то вы стилистически можете определить этот интерьер? Или это вот, так скажем так, стиль просто Виталия Ангаркина? И все. Ну, скажем, изначально имелась в виду все-таки какая-то деревенская история. Отчасти и современная. И с отсылом, может быть, в какое-то европейское кантри, например, значит, там что-то из Тироля. Другое дело, что здесь все-таки получилось некое смешение двух разных, не то что стилей, а каких-то стилистических особенностей. Потому что все-таки я считаю, что кухня смотрится вот так, а стол, сундуки, лестницы и стеллаж смотрятся немножко иначе. Но другое дело, что эклектика, если она талантливая, она имеет право на жизнь, даже это интересно. Какими способами нам удалось добиться вот этой целостности? Целостность достигается в том числе и цветовыми решениями. Я не люблю открытые цвета, если не стоит такой задачи, а здесь такой задачи нет, я имею в виду красный, зеленый, желтый. Потому что я считаю, что открытые цвета в интерьере, в убранстве или даже в решении отделки могут через три месяца надоесть. А вот такие цвета, они вечные. Они более жизненные, более спокойные, в хорошем смысле этого слова. И сама жизнь наполнит их яркими цветами. Это и детские игрушки, и одежда, и посуда. А вы боитесь, что герою, может быть, что-то им может все-таки не понравиться? Ну, с одной стороны, я надеюсь, что понравится. Ну, конечно. А с другой стороны, мне все равно. Потому что, может быть, они прекрасные специалисты в своей области, в своей профессии. Но, может быть, я в архитектуре понимаю получше. Я, на самом деле, с вами полностью согласен. Ну, а сейчас настало время встретиться с нашими героями, посмотреть, что они скажут о новом интерьере. Произойдет это совсем скоро. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! И так, сегодня мы переделывали кухню-гостиную для большой семьи. Наши герои уже подъехали. Здравствуйте! Заходите! Здравствуйте! Ого! Да! Красота какая! Вот какие изменения у вас! Ну-ка! Ничего себе! Ничего себе! Да-да-да-да! Ну, ходите, потрогайте! Смотрите, какие интересные штуки! Так, отец Алексей, проверьте на прочность! Смело! Крепкие, да? Да! Очень крепкие! Это специальные прозрачные решетки! Очень прочный материал! Делают даже снаряжение для космонавтов, щиты ОМОНа! Даже для брони можно! Даже для брони можно! Даже молотком никак не сновать! Ни молотком, ничем не получится! Ничего себе! И в ловлю заберется, и солнце попадет! Так что все! С чем приехали? Что это у вас такое? Посмотрите, какую красоту мы вам хотим подарить! Ой, спасибо! Тортик маленький, но такой увесистый! Тяжелый, да-да-да! Копия! Копия домика вашего, да? Только он такой светлый! Ну, хорошо, друзья, есть какие-то предположения? Что же мы там для вас сделали, отец Алексей? Вот каких-то особенных предположений нет, хочется увидеть! сказку, сюрприз! Самое главное для меня, чтобы всех было куда посадить! Огромный стол! Приятное волнение, хочется уже поскорее увидеться! Да? Ну все, пойдем через тот вход будем ходить, кстати! Да? Да! Пойдемте! Проходите! Красота! Заходите скорее! Ого! Давайте посмотрим, что мы в лесу! Господи! Господи! Такая красота! Смотри! Мечта! Рафи наш! Да, баба, точно! Это моя мечта! О! Откуда ты думала? Что ты какой-то? Как неожиданно! А ты что? То, о чем мы с вами говорили, то, о чем мы мечтали! Это что? Слушай, наконец-то! Лестница! Безопасная лестница! Ого! Отец Алексей, проверьте лестницу, как мы с тобой находили! Да вот она, посмотрите! Давайте все поднимемся по лестнице! Давайте! Можно? Да конечно можно! Как здорово! Так удобно! Ребята, удобно! Так, подниматься удобно! А как насчет спускаться? Спускаемся, ребята! Так, девочки, Ульяна, Мария, ну как, удобно? Очень удобно! Такие очень неприятные, когда прям держишься! Так, удобно? Я скажу слово только одно! Супер! Какой зворца одинаковая свица! Завязайте! Мы там будем плетаться! Точно! Закрывай, готовый! Открывай, ребята! Да, точно! Есть куда спрятаться! У нас такой дом есть! Тюльма! Это тюльма! А фотографии-то смотри какие! Любимые! Ну как, удобно там на этом девочке? Что-то невероятное! Так, а здесь что такое? Так, ну проходите, посмотрите, это кухня! Дом идем! Нет, вот это мы уже открыли прям сразу! Это просто быть мой любимый угол! Вот это да! Смотри, посудомойка! Ой! Ах, девочки, нам мыли с посудой! Вот это как раз нашу фрагу! Не верится! Ребят, правда? И так здорово, что камень-дерево! Вот прям для нас это... Самое интересное, самое лучшее! Для меня вот это вот белое, светлое, и кухня в светлых тонах! Слава богу! А мне всегда хотелось, чтобы вот на кухне что-то делаешь, и вот окно! А пол, ребята, пол теплый? Теплый! Вот это вообще! У вас теплый пол! Ух ты! Здесь же у вас установлена еще стереосистема! Видите, наверху! Вот, вот, наверх! Вот это да! Вот, слышите? Ого! Как в зале! Фантастика! Смотрите, ребят! Правда, немножко подпрыгнуть, но можно от стола! Да-да-да! Самое интересное, что все так рассчитано, что из любой точки видно! Хорошо, что дети не достанут, а то... Дети, да-да-да! Для нас, вот если бы это был пульт какой-то, то это была бы проблема! Ох! Ох! Ребята, как же так шумно! Вот удивили, так удивили! Да, видишь, тут еще отдельный у вас сюрприз! Ребята уже нашли, да? Что у нас тут? Ничего себе! Вот он! Да-да-да-да-да! У нас пианино есть! Вот, полиция! Смотрите, пианино! Ну-ка, пойдем! А ну-ка, ребята, поищите пианино где-то! Ну, не в кухне, Журнад! Это, конечно, сложно догадаться, я понимаю! Вообще! Друзья! Так, смотри! Идите сюда! О-о-о! Такой легкий инструмент! Пианино! Смотрите-ка! Вот! Дурово! Ну, что тут говорить! Просто великолепно! Ну, нравится вам? Чудо! Да вообще чудо! Я очень довольна! Во-первых, кухня стала такой огромной! Вот та кухня, которая была у нас, она, конечно, была крошечной! Здесь какое-то удивительное сочетание загородного дома и квартирного уюта! Особый уют создает темильные фотографии на стенах! Вот эти вот большие часы! Ну, а стол, так вообще без сна! Стол! Это вот всех посадите, как мы в прошлый раз садились! Ну, это просто чудо для меня! И тоже расположение диванов, когда можно... Проектор смотреть! ...в угол отбудить! Мне кажется, что это какой-то новый этап нашей жизни! Вначале требовалась пустая огромная комната, чтобы маленькие детки могли бегать! А сейчас это уже следующий этап! Какое-то разрастание! Очень приятно, что вы нам его подарили! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова